Столичный 17 детский сад, кухня, работа кипит, повара приходят к 5.30. Первый завтрак должен быть готов к 8 утра. Сейчас на плите готовятся тефтели и, признаться честно, здесь стоять, конечно, жарковато. В меню каша с чаем и омлет, на обед суп с фрикадельками, макароны, рыбные котлеты и салат. Ну а после поварам на ужин надо успеть приготовить с нуля 200 куриных котлет. И булочек столько же, а еще пюре. За три часа мы должны почистить 25-40 килограмм картошки, морковки, лука и всего остального. Но это еще время приготовления. Людмила Сбритская работает поваром больше 25 лет. На ее супах, борщах и кашах выросло не одно поколение. Самое первое начинается с детей. Я свою профессию люблю настолько, что я пришла узнать, как дальше будут наши детки расти, из чего их кормят. Когда видишь грызенки искренне, они тебе говорят спасибо, очень вкусно. Это самое большое наградо. На кухне полуфабрикатов не найти, для детей все только свежее. Мы делаем фрикадельки 15-18 грамм на ясли носа на 175 детей. Моя самая-самая любимая – это молочная каша. Молочная каша? Это на завтрак вам дают? Да. А на обед что? На обед нам дают суп. Нам будут давать пюре с колбасой. Ого. Тебе где больше нравится кушать? В садике или в доме? В садике. Да? Почему? Потому что в садике у нас вкусно кормят. Мне нравится гречка с молочкой. С чем? С колбасой или с котлетой? С котлетой. А какой котлетой? Есть рыбная или мясная? Мясная. Любишь фрукты? А какие? Я люблю фрукты, яблоко, капуста, морковка и лук. Суп. Гороховый. Тоже гороховый суп? Пустой-пустой-пустой-пустой-пустой. А его сухарики не дают? Есть? Есть. А что еще? Суп гороховый. Еще дают гречневую кашу. А с чем? С гречкой. Гречку с гречкой? Может котлету, колбасу, тиктейки? Колбасу дают еще. Постоянно? А что ты любишь больше всего пить? Чай или сок? Какао. Пять раз в неделю Людмила и еще два повара готовят в саду два завтрака, обед и ужин на 200 человек. Приходится таскать тяжелые кастрюли. Утром идет или каша, каша чаем, или каша с какао. И вот эти вот 200 порций, это получается 40 литров плюс кастрюля, 5-6 килограмм. Вот 50 килограмм, с утра сняли одну кастрюльку и вторую. Получается по 100 килограмм три раза в день. Молодой специалист, окончив повара-кондитера, их по распределению отправили. Девочка пришла, поработала, посмотрела на это все и сказала, я лучше выплачу, но работать так не буду. На сегодняшний день мы имеем вакансию повара, одна ставка, и подсобный рабочий тоже одна ставка. Если повар, у него рабочий день, 8-часовой. Но так как у нас нехватка кадров, конечно, распределяется между поварами нагрузка, и поэтому у них рабочий день увеличивается порой и до 10, и до 12 часов дня. В Террасполе не работает 72-й детский сад, и только потому, что нет поваров. Проблема – зарплата. Повар получает меньше 3000 рублей. Всего в детских садах столицы не хватает 8 поваров и 9 помощников. В школьных столовых больше 20 вакансий. Похожая ситуация по всему Приднестровью. Чопруча – это Слободейский район, Молдавская школа номер 2, на часах 11.05. Большая перемена, школьные коридоры оживились, старшеклассники идут на обед. В меню суп с макаронами, пшеничная каша с котлетой, печень, чай, хлеб. Обычно готовят очень вкусно. Сытно, хватит на 8 уроков. Мы очень любим, как наш повар готовит, потому что это всегда очень вкусно, всегда мы сыты. Какое твое любимое блюдо, когда готовят повар? Там мне как бы все нравится, я не выбираю особо в школе. Главное, чтобы хватало, чтобы я была сытая до конца уроков. Школьников кормит Лидия Дарнян. Поваром работает вот уже 30 лет. Подъем в 4 утра, на кухню к 6. Надо успеть приготовить обед на 100 человек, а еще много письменной работы. Свободного времени практически не остается. В месяц получает меньше полутора тысяч рублей. Я занимаюсь вот с этой кипой документов. Вот, это все. И менювку надо сделать, чтобы прийти на работу с выполненными уроками. У меня тоже уроки. Если я пришла, у меня нету меню на сегодняшний день. Я даже не знаю, кладовщику сколько сказать. Дай мне столько крупы, столько муки, столько лука. Я если приду без документов, значит я не подготовлена на сегодняшний день. С 4 утра вы уже здесь. Я дома пишу до 6. В 6 должна быть на работе. Школа номер 17 в Тирасполе. Каждый день для учителей и школьников здесь готовят обеды. Нужно накормить около 170 человек. У нас получается 3 захода питания. Малыши у нас питаются на первом заходе. Где-то без 5-11. Начинаем уже кормить. Им, как всегда, маленьким, самое горячее, самое вкусненькое. Детки поели. То есть повар бросает работу, раздачу повара. Идет мыть посуду. Я, как завпроизводством, иду собирать отходы, грязную посуду. И потом же иду помогать девочкам на мойке, потому что нам не хватает кадров. Это не хватает единицы повара и мощника посуды. Лилия Спивак, завпроизводством. На работу приходит одна из первых. К 6 утра много печет для буфета. Булочки, ватрушки. А потом за посуду рук не хватает. Надо готовить и супы, и кашу с мясом. Меню разнообразное. Еще подгадать так, чтобы все было горячее. Это плачет за то, что нет у нас рук. Но поймите, у меня руки еще не выросли. То есть как мы справляемся, да, это правильно, правда. Но тяжело, очень тяжело. Ты просто упадешь. В таком темпе работы ты не справишься. То есть месяц ты поработаешь, да. Но в конце концов ты просто сломаешься. Если, например, я уже уйду на больничный, можно столовую смело закрывать. Детский сад 54. Гнездышко на кухне. Два повара и один шеф-повар. Кормят порядка 180 человек. Четырехразовое питание. Первый и второй завтрак. Обед и ужин. И так каждый день, чтобы дети были довольны. Мы любим макароны кушать и супчик. А какой супчик? Я люблю есть борщ. А почему? Почему такой вкусный? Потому что я люблю его каждый день есть. Но мне всегда яйцо давали. Давно уже. Да? А ты яйцо? Ну, чуть-чуть. Но я не люблю яйцо есть чуть-чуть. Но я ем только колбаски. Я люблю кушать и выборную котлету, макароны. И еще люблю пить яженку. Нам у дома дают кашу важную. Я больше люблю манную. Да. Ну, молодцы. Сегодня сейчас кожа в котлом. Сейчас мы уже отдали обед. Детки у нас уже пообедились. В данный момент мы сейчас будем готовить ужин. На ужин у нас булочка. Также куриная котлета, пюре. Также для деток все самое любимое. У нас более года была проблема. Это были открытые вакансии на должность повара и шеф-повара. В связи с этим нам приходилось готовить еду самостоятельно. Мы привлекали помощников, воспитателей, машинистов по стирке белья, то есть неквалифицированных работников. Горячий цех, тяжелые мешки с овощами и кастрюлей. Рабочих рук не хватает. Приходится брать полторы ставки. От этого растет нагрузка. Зарплата у нас, конечно, очень маленькая. Приходится работать на полторы ставки, чтобы хотя бы заработать, как хотя бы какой-то минимум прожиточного. И все равно это недостаточно. Настолько, сколько работа тяжелая, оплачивость очень малая. Сколько получается? Ну, до четырех. На сегодняшний день у нас работают три повара. И выполняют работу за пятерых. Мы возьмем квалифицированных работников на пищеблок в полном составе. Так как положено пять человек, к сожалению, не будут работать люди. Они будут уходить из-за того, что маленькая заработная плата. При этом кухни в детсадах и школах приводят в порядок. Ремонтируют, покупают оборудование. В 17-м саду, например, новые мясорубки, хлеборезки. Недавно в пищеблоке сделали ремонт. Здесь все новое. Духовка, вентиляция, электроплитки, умывальники, проводка. А еще построили помещение для хранения продуктов. Такого раньше не было. Туда заносили продукты. Мы сложим, что картошка навянет, лук, все, оно вяло. На данный момент у нас построили, мы очень довольны. У нас прекрасный холодильник, где мы можем хранить эти же продукты. Все, они не вянут, они не портятся. Мы спокойны, что у наших детей будет свежее всегда. Самая большая проблема была, это неработающая вытяжка. В пищеблоке условия для работников были очень тяжелыми, потому что температура воздуха была очень слишком высокая. Ну, плюс и поры, конечно, от приготовляемой пищи. Плиты новые две, электросковорода. Нам приобрели электромясорубку. На неделе о питании в школах и детсадах говорил президент Красносельский, в том числе про ремонты и зарплаты. Конечно, мы идем в этом направлении и добиваемся успехов. Работают программы муниципальные в этой части, работают в фонгоположении. Вот, да. Мы достигаем, конечно, должны достичь идеала, когда все у нас будет отремонтировано. А полный ремонт, это вы понимаете, не просто побелел, покрасил, а полные, так сказать, изменения внутреннего облика кухни, столовой. Это новые приборы, это вентиляция, это кондиционирование, ну и так далее. Да, то есть для того, чтобы труд работника был облегчен, скажем так, максимально. Основная проблема – это заработная плата. И мы уже на этой теме дискутировали, и эту проблему надо решать. Иначе мы рискуем оставить детские сады и школы без людей, которые приготовляют пищу, без поворотов, грубо говоря, без помогательного персонала в том числе. На совещании, например, предложили идею, чтобы один пищеблок обслуживал несколько детсадов и школ, которые расположены рядом. При этом президент поставил задачу, чтобы правительство нашло варианты, как поднять зарплаты поварам.